У меня вопрос о влиянии личности в истории. Как вы думаете, многие бы изменилось, если бы царь не отрекся, если бы просто убили? Как известно, история развивается по спирали. Как вы думаете, какой следующий виток? Ну, история не терпится слагательного наклонения. Я не знаю, что было бы, если бы. Об этом можно бесконечно долго гадать, упиваться в этом, купаться в этом, как в океане, всяких версий. Но никакого смысла в этом нет. Кстати говоря, про царя охарактеризовать его, знаете, как можно? Я бы дал такую, наверное, характеристику. Это был младенец на престоле. Христос в Евангелии говорит, будьте как дети. Ну, вы знаете, все-таки нужно быть как дети, но все-таки возрослеть надо. У нас и сейчас, вот оберонитесь вокруг себя, посмотрите, есть такие люди, которым вроде бы 30, 40, 50, 60 лет, а они остаются, по сути дела, детьми. Наивными какими-то такими, вот, ну, дитё-дитём. Вот Николай Второй, мне кажется, он был таким младенцем. Наивным, очень чистым, очень таким благочестивым, беззаветно преданным своему Отечеству, своему народу. Но при этом он представление о народе и об своеобразное. Но, тем не менее, очень-очень любил искренне, готов был пожертвовать и собой, в том числе. Но это был вот такой вот ребенок, которому, знаете, вот скажут, вот так нужно сделать. Приближенные сановники скажут, вот так нужно сделать. Он сделает. А другие потом скажут, ой, не-не-не-не-не, это неправильно, давать по-другому. Он тут же раз обратно и давать по-другому. Вот это постоянное метание из угла в угол, вот эта вот неуверенность какая-то, вот эта слабохарактерность, слабовольность, она, мне кажется, объясняется вот этим вот. Тем, что он был, ну, по сути дела, неповзрослевшим человеком, то есть оставался таким в душе очень таким детем, младенцем. И я при этом нисколько не умоляю его святости. Я не хочу сказать, что вот его там зря прославили или еще что-то. Нет. Прославили и прославили. У меня дома есть иконы царской семьи. В храме висит икона царственных страстотерпцев. Ну, вот так. Великий князь Сергей Александрович убит революционерами в пятом, Столыпин в одиннадцатом, царь и царская семья в восемнадцатом. И тогда уже равнялись на запад, и плюшки в Европе были золотом облиты. Почему царь Николай и вторая семья были так одиноки? А это вопрос к царю Николаю и к его семье уж не будем давайте, а вообще к нему. Почему он был такой одинокий? Почему он был страшно далек от народа? Почему государство убежало, народ убежал, а он где-то пребывал, не знаю, в каких временах? Почему? Я не знаю. Вопрос к нему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok